Здравствуйте! Региональное вещание на телеканале Россия 24 с обзором за неделю продолжит информационно-правовая программа «Вести дежурная часть» в студии «Ислам Дахов». В период майских праздников с 1 по 11 число полицейские Адыгеи несли службу в усиленном режиме. Соответствующее количество нарядов службы подразделений ведомства в эти дни патрулировали улицы практически всех крупных населенных пунктов республики, в том числе и города Майкопа. Наряду с обеспечением общественного порядка и безопасности граждан, сотрудники органов внутренних дел по-прежнему оказывают помощь оперативному штабу Республики Адыгея в разъяснительной работе, касающейся профилактики распространения коронавирусной инфекции. Гражданам напоминают о том, как важно оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости. При этом МВД по Республике Адыгея призывает всех в период ограничительных мер постараться обеспечить сохранность имущества и настороженно общаться с незнакомцами. Полиция продолжает в штатном режиме реагировать на все заявления о преступлениях и происшествиях. Информацию рекомендуется передавать по телефону 02 с мобильного 102. Сообщения граждан принимаются в дежурных частях полиции круглосуточно. Кроме того, в рамках реализации предпринятых органами власти Адыгея мер по соблюдению режима самоизоляции, у жителей республики при решении личных и общественных дел могут возникнуть различные вопросы. В МВД есть понимание, что они могут быть адресованы в том числе и сотрудникам полиции, несущим службу на улицах городов и других крупных населенных пунктов региона. В связи с этим министром генерал-майором полиции Владимиром Алай в эти дни и особенно в преддверии наступления майских праздников внимание начальников структурных подразделений, ведомства и самих полицейских было акцентировано на необходимости вежливого и корректного общения с жителями региона и оказания им возможной помощи. Добавим, что руководством министерства также особое внимание уделяется соблюдению полицейскими служебной дисциплины и законности при обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Главой МВД по Адыгее Владимиром Алай даны все необходимые поручения подчиненным лицам. Оперативная обстановка и вопросы несения службы сотрудниками полиции в период действия введенных ограничительных мер находятся на его постоянном личном контроле. В первой декаде месяца на дорогах Адыгее произошло 4 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и еще двое пострадали. Кроме того, имели место и случаи с наездом на человека, возгоранием и опрокидыванием авто. Одно происшествие случилось на железнодорожном переезде. В Майкопском районе госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства происшествия на железнодорожном переезде. 55-летний местный житель, управляя иномаркой, проигнорировал запрещающий сигнал семафора и попытался проехать через переезд. В это время на данном участке двигался тепловоз, с которым и произошло столкновение. Пострадавший был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи. Одна из аварий произошла в Майкопском районе. Установлено, что 82-летний местный житель, управляя автомобилем Мазда, не предоставил преимущества в движении 13-летней школьнице, пересекавшей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. С различными травмами девочка доставлена в медицинское учреждение. В Кашихабльском районе 34-летний водитель Лады не справился с управлением и допустил съезд машины с проезжей части. Оказавшись на обочине, легковушка перевернулась. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще одно ДТП, к сожалению, с летальным исходом имело место на территории Майкопского района. Сотрудники следственно-оперативной группы и госавтоинспекции установили, что 56-летний житель Майкопа, находясь за рулем Лады, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. На большой скорости легковушка выехала на обочину, врезалась в дерево, после чего загорелась. С различными травмами водителя доставили в медицинское учреждение, где через некоторое время, несмотря на усилия врачей, он скончался. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства всех этих происшествий. Госавтоинспекция АДГ призывает всех участников движения к соблюдению дорожных правил и скоростного режима на дорогах. Далее короткая информация о некоторых событиях и мероприятиях. Вынесен приговор водителю, насмерть сбившему пенсионерку. Авария произошла в Майкопе в октябре 2019 года. 62-летний местный житель проигнорировал требования правил и не пропустил 83-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От многочисленных травм Майкопчанка скончалась на месте. Майкопский городской суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде одного года, шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. С целью минимизации непосредственного контакта МВД сообщает о приостановлении приема граждан участковыми уполномоченными полиции. Гражданам рекомендуется обращаться к участковым по телефону либо направлять свои обращения письменно, в электронной форме посредством сервиса приема обращения граждан официального сайта МВД по республике Адыгея. Оставлять в почтовом ящике отдела МВД России на районном уровне. При необходимости неотложного реагирования на сообщения они по-прежнему принимаются по телефону 02 с мобильного 102. 1 мая 1998 года, ровно 22 года назад, на посту ГИБДД в поселке НМ от рук бандитов при исполнении служебных обязанностей погибли четверо сотрудников ОВД Адыгеи. Старшие сержанты милиции Хачзеф Батмен, Руслан Тлеуш, сержант милиции Нурдин Гамлешко и младший сержант милиции Джанхот Хачак. В этом году церемония началась с минуты молчания. Обращаясь к приглашенным, главный госавтоинспектор Александр Курпас подчеркнул, что эта потеря невосполнима для родных и близких. И очень важно сохранить память о погибших сотрудниках. Начальник ОВД Сергей Логинов отметил, что дорожные полицейские по долгу службы всегда находятся на передовой борьбы с преступностью. Участники также возложили цветы к мемориальной доске. Сотрудники полиции наряду с выявлением преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков ведут работу по изобличению лиц, причастных к выращиванию наркосодержащих растений. И это направление приобретает особую важность в весенне-летний период. Такой факт задокументирован в Кашихабльском районе. Участковыми полицией в ходе проведения профилактических мероприятий была получена информация о том, что 59-летний местный житель может заниматься такой противозаконной деятельностью. В ходе осмотра хозяйственных построек полицейские обнаружили 25 кустов конопли, которые мужчина культивировал незаконно. Такое заключение дали эксперты-криминалисты. Возбуждено уголовное дело. Полицейские также выявляют лиц, причастных к незаконным операциям с запрещенными веществами. Один из них – 51-летний житель Шевгеновского района. В его домовладении оперативники обнаружили марихуану. Ее масса составила более 50 граммов. Возбуждено уголовное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова